Здравствуйте, меня зовут ученик Максим Дмитриевич, я учусь по ступенскому акционо-микологическому техникум имени Алексея Дмитриевича Туманова. Учусь я на третьем курсе по специальности из треинформационной системы. Так, что бы я хотел сказать. Все догадываются и все знают, что большинство спортсменов носят с собой какие-либо аксессуары, не носящие. Все знают, видели многих спортсменов утром, когда едут на машине, либо на работу, как они бегают. Большинство же видел. И некоторые люди наверняка замечали то, что у них либо телефон, либо что-то в ушах, либо что-то на руке. Вот допустим взять аксессуар, к примеру, измерение пульса. Мне кажется, большинство это людей видел. Он работает по простому принципу на самом деле, но у нас совсем другое. У нас идет запись сервера в режиме реального времени. То есть создается облако, то есть сервер. Большой сервер, который будет поддерживать так называемый онлайн. То есть у вас будет вот сам... Он будет надеваться на голову, будет крепиться сзади. Также вы можете носить его просто, либо на кепку. И будет записываться электроэнцефалограмма. То есть спортсменам, допустим, на рынке это будет выгодно очень-очень сильно. Спортсменам все знают, что русские спортсмены не останавливаются перед чем. Мне кажется, они будут это покупать. Что бы я хотел еще сказать. ЭК будет записываться на специально отведенный сервер. И то есть будет считываться абсолютно все. Одна – рынок. Рынок, мне кажется, каждый хочет подумать и позаботиться о своем здоровье. И он будет самосовершенствоваться. Каждый хочет этого. Каждый думает о своем здоровье. Следующий слайд, можно? Конкуренты – это Muse. Пока что Muse развивается и идет дальше. У них проект, последний был сделан так, но они пока что остановились. Ну и тут с одноклассником, пожалуйста, Иван Морозов. Здравствуйте. Меня зовут Мороз Владимирович. Я учусь, как уже говорил, на четвертом курсе ступенского авиационно-экологического техникума. Я бы хотел рассказать о будущих перспективах проекта Brain Tracker Neverline. Собственно, в чем заключается идея этого устройства? Мало того, что она считывает ваше ЭРГ и в дальнейшем программа дает вам советы о том, как вам лучше проводить тренировки или, возможно, вы не можете успокоить свой организм, и дает совет, как вам лучше успокоиться. В дальнейшем перспектива этого устройства заключается в том, что возможно снимать мысль человека с его головного мозга. и записывать эту мысль на отдельный сервер. Собственно, в чем идея? Это создание социальной сети. Просто новая социальная сеть. Ближайшие конкуренты – это, пожалуй, Facebook, Contact и, соответственно, Google Glass как прием-передача в виде телефона. То есть с данным устройством отпадает необходимость в постоянном ношении мобильного телефона, планшетов и прочего. Любые мысли приходят вам в голову, и вы их понимаете. На самом деле я слабо представляю, как это делается. На данный момент это просто перспективная идея развития этого устройства. Почему я считаю конкретно этот проект самым перспективным из тех, что были представлены? Ну, обходяем на дело, пожалуйста. Это тоже очень важно. Потому что если развиваться в этом направлении, это и есть будущее. То есть это прямое взаимодействие с головным мозгом человека. То есть полная самодиагностика возможная. То есть отпадают возможности ошибочных диагнозов. Так как мозг подключена вся нервная система к каждому вашему органу, следовательно у вас будет показываться абсолютно точный диагноз. Дальше вы идете к врачу, показываете, а он вам дает советы и возможности увеличения. Собственно, если вложить деньги конкретно в развитие изучения данного проекта, то на перспективу это вылится гораздо больше. Возможно, сейчас это может звучать как фантастика, но ракеты тоже речь не летали. На что нужны деньги? На данный момент деньги нужны на разработку устройства, конкретно на создание модуля снятия ЭФГ. На данный момент это раньше были огромные аппаратики. Сейчас, кстати, когда мы были у профессора Хаблана, он говорил, что на данный момент это датчики, достаточно несколько датчиков прикладывать к лобной части черепной коробки и считывать эти данные. Дальше отправлять данные на сервер, возможно, с помощью телефона, а устройство будет включено так же как News к телефону по Bluetooth. И, собственно, отсылать эти данные на сервер дальше. Сервер обрабатывает эти данные и дает вам советы, как вам лучше отдохнуть, или наоборот, какие вам тренировки лучше проводить, как ваш мозг работает, насколько он активен в данный момент времени. Собственно, как-то вот так. Команда. Можно следующий слайд? Команда, собственно, я скажу так. Команда – это третий и четвертый клуб РЦС. То есть мы занимаемся друзья вместе. Но конкретно надо этим проектам, ребята, которым это действительно интересно. Это, собственно, Яна Розван Владимировича, Максим Чудин. Ну, собственно, без Замира вообще не пытаться. Он наш огоньок, скажем так. Виктор Шишляников – это человек, который представлял энергию. Ну, и Дмитрия Лаврентьева, к сожалению, на данный момент. Его тут нету. Ну, Максима там места не хватило, прости, Максим. Значит, недавно проходил хакатон нейро… нейрохакатон в МФТИ. Слышали? Нет, не слышал. Кроме Каплана, кого-нибудь еще знаете, кто нейро тематикой занимается? К сожалению, фамилия не помню, когда Роз снова выступал. Мне приходил мужичок, я с ним по электронной почте списывался, фамилия не помню. Он давал мне свои расчеты. У него идея заключалась в том, что мозг будет подключаться к информационной сетке, которая находится вокруг нас, а не к серверу, который возможно создать. Ну, это абсолютно так и есть, только это где-то лет 10-15, но некоторые прогнозируют через 5. В общем, Бурцев, Михаил, например, он один из ведущих. В Фейсбуке рекомендуют нейронет, группа Михаил Бурцев. Ну, и вообще там довольно много людей, которые этой тематикой занимаются. То есть это будущее, но на данный момент на изготовление, то есть там, по-моему, 50 долларов датчик и Bluetooth. То есть это спаять, и можно провести анализ, насколько там сигналы альфа-ритмы, альфа-фон. Альфа-фон у нас уже был, это другое. Друзья, да, у меня вопросы, да. То есть в чем суть? Я же сказал, что альфа-фон, да, это проект предыдущий, это его перспектива. То есть на данный момент мы представляем то, что реально сделать прямо сейчас. Вот что, что реально сделать? Считывать. Подождите, подождите. Вот Вы сейчас показали аналог, да? Вы за два года хоть что-нибудь отдаленно, близко к его характеристикам сможете сделать? И если, все-таки речь идет о вновации, что Вы сделаете немножко другое? Вот я так и не понял, что Вы собираетесь делать? Вот декларация была красивой. Да, вот если пересаживать, научиться пересаживать человеку голову, то он может спокойно взять и перейти в другое тело. И это является предметом заявки на программу УМИ. Ну, серьезно, да? Все-таки давайте конкретнее вернемся с небес на землю. Что конкретно, какой прибор Вы собираетесь делать? Собственно, в чем инновация, да, и в чем похожесть? Давайте начнем с продукта, с конечным. Что будет являться конечным продуктом? Конечный продукт будет являться усовершенствованным аналогом Ньюс. Собственно, он записывает данные, отсылает их на сервер и просто дает Вам советы. Тут же у Вас будет приведена социальная сеть людей и, возможно, в определенной местности Вы будете договариваться о встрече с этими людьми. Социальная сеть – это IT-проект. Прибор – это приборный проект. Вы хотите сделать прибор и потом сеть? Или Вы все-таки хотите сделать сеть и использовать готовый прибор? Вы за 2 года, естественно, такого прибора не сделали. Мы хотим создать прибор и ему, скажем так, составляющая сеть. Какой прибор? Который будет существовать? Вот этот прибор? Создарить его? Да. А зачем это нужно, если он есть уже готовый? Вы хотите сказать, что Вы сделаете его лучше и дешевле? Это не прибор, это система, которая состоит из железки и софта. Так, так, так. Деньги получать будут? Не, ну просто как бы вопросы такие, ну как бы, ну валят, да, валят, валят. Поставляет 4 из него за ней долларов. Вы не знаете, как это вы считаете? Нет, не знаю. Это исследовательский проект. Деньги огромные там нужны. То есть, если мы с вами уже перспективы на развитие, то это экономика 400 тысяч. А можно вопрос? Скажите, вот Вы назвали идеи, а Вы четко представляете Ваш бизнес-функт? Вот Ваша группа, она чем дополнит, условно говоря, профессора Каплана? Вы кто? Вы? Ваше место, товарищ Мауслебович. Компетенция, что лучше всего, да? Собственно, как дополнить, окей, я думаю, профессор Каплана не сможет создать сеть облака. Собственно, это не его компетенция. Да, возможно, у него есть люди, но пусть это будем мы, проект наш. То есть, мы сможем создать сервер удаленный облако, написать под нее операционку, создать операционку конкретно для этого устройства. Вот понимаете, Вы, когда Вас пытаются наехать, Вы реагируете абсолютно правильно. Вот Ваш ответ последний, это была единственная существенная информация, которую я услышал. Вас задели и Вы сказали человеческим языком о том, чем Вы будете заниматься. Соответственно, это какой продукт будет? Вас коллега спросил из фонда Ботникова. Какой продукт будет? Что надо показывать на презентации? Софт? Нет. Софт? Как? Я не понимаю конкретный вопрос. Конкретный вопрос. Я спросил про позицию не просто так. Вы что-то сделали. Что сделаете? Вы конкретно? Конкретно. Деньги конкретно Вы получаете? Не Каплан. У него госфинансирование. Ну понятно. Окей. Сможем написать, создать сервер, написать операционку. А может быть более эффективно это делать не для профессора Каплана, а для кого-то, но на нем потренироваться. Это возможно? Макс Цукерберг начинал не с того, чтобы создать гениальный фейсбук, а с того, чтобы девочек сравнить. Логика непонятна? Тренируемся на кошках, а потом идем двигаться. Так вот объясните мне суть проекта про девочек, то есть про базовые человеческие сущности. Социальная сеть это базовые человеческие сущности. Фейсбук это, с моей точки зрения, свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Я на свете всех милее, всех прекрасней, а ему раз их забанили. Так вот объясните мне вашу сущность, на что вы будете тратить 400 тысяч рублей? Вы конкретно? Не Ярослав, не Замир. Вы? А на закупку железа? Нет. Конкретно? Нет. Неправильно. То есть вы задаете мне вопрос, на что я буду тратить деньги и говорить им не я. Дело в том, что у фондопорника есть прописанное правило. Прописанные правила. На что он финансирует? Он не на закупку железа. А что это за закупку? На протоконирование. То есть на проработку идеи. А на железом на юзи. Простите, у вас что компьютера нет? У вас что компьютера нет? У меня есть. Но я не буду развивать эту систему, а компьютеры правильно. Почему? Потому что понятно. Прошу.